Ой, я сейчас сам такой пирог приготовлю! Поработаем карандашами! Огурский тигр! А! Хорошо, поработал! Чтобы настоящим стать профессионалом Фиксик должен много знать и уметь немало У фиксиков и школы, и университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Провода Тишина, начинай урок Тишина Ох, ну и жара Сегодня я расскажу вам Ой, что это? Землетрясение Ура, землетрясение Ой, извините, профессор Я ищу розетку, чтобы включить вентилятор Фух, сегодня такая жара Конечно, коллега, ищите Продолжим Итак, сегодня мы... Нет, это невозможно Во всей лаборатории ни одной свободной розетки Полюбуйтесь А вы просто выдернете шнур, и розетка освободится Нельзя А вдруг я отключу какой-нибудь важный прибор? Сам Вольт ногу сломит В этих проводах Не отчаивайтесь, Евгений Евгеньевич Мы найдем свободную розетку Верно, коллега Вы пока попейте чайку Успокойтесь Спасибо, коллега Прям много вам благодарен Фиксики Игрушки, игрушки и даже еду Здесь много разных научных приборов и инструментов А самое главное Здесь мы можем не прятаться от хозяина Потому что Гений Евгений Чудаков Мой старинный друг Он любит фиксиков, помогает им И никому о них не рассказывает Чего начнем? Для начала распутаем провода Ну, это мы мигом Сюда И отсюда Полик, помоги Мама, Лиз Давай, 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 давай Еще раз Стойте! Вы меня задушите! Надо тянуть этот провод Спасибо, Игрек Ты дышь Так, по моей схеме Чтобы распутать узел Нужно ослабить эту петлю А потом протолкнуть у нее вон тот провод Вот, теперь с того конца Вытягивайте серый Нет, еще здесь потяните Мы дружные Смотрите Этот шнур ни к чему не подключен Значит, он не нужен Его можно просто выдернуть из розетки Оп! Оп! День ряда! Нет, тут еще один провод лишний А я еще нашла ненужный провод Ну ты... Мы с Синкой нашли Ну, Олик, ты чего грустишь? Все вперед меня успевают А ты этот провод проверял? Этот? Ух ты! Ну, Олик, ты что там, клад нашел? Ага! Целых шесть свободных розеток! Ну, теперь гений Евгеньевич может подключить и вентилятор, и чайник, и паяльник Чтобы подключить прибор к электрической сети Чтобы подключить прибор к электрической сети Нужна пара проводов из металла Только эти провода не должны прикасаться друг к другу Иначе ток сожжет их Поэтому провода изолируют То есть покрывают пластиком Который не пропускает электричество Будьте внимательны Не прикасайтесь к оголенным проводам Если изоляции нет или она нарушена Вас может больно ударить током Ой, спасибо, друзья Премного вам благодарен Ой, извините, я не хотел Я, а, ну, тут Пойду к себе Да-да, коллега, идите А мы продолжим Эм, о чем был наш урок? О проводах И урок уже прошел Беремена! Ну-па! Дело номер один Приступим Так-так Вот и следы преступника Точнее, отпечатки пальцев Преступник будет пойман Что это она сегодня на нас не бросается? Может, мы стали невидимками? Но я до тебя обижу Симка, Нолик, осторож! Тут следы! Чьи следы? Какие следы? Шшшш! Я расследую преступление А что случилось? Кто-то украл крыло от самолета Но я обнаружил отпечатки пальцев Видишь эти линии? Вижу! Ну и что? Так вот, у всех людей они разные И по отпечатку пальца можно узнать Кто его оставил Класс! Давно известно Что у каждого человека Свой особый узор кожи на кончиках пальцев Это используют для поимки преступников Первое, что делает полиция на месте преступления Ищет отпечатки пальцев Потом сравнивают их с отпечатками пальцев подозреваемого И если они точно совпадают Преступник найден Этот метод называется дактилоскопия А еще отпечатки пальцев сейчас научились использовать вместо обычных ключей Приложил палец к специальному электронному замку Он тебя узнал И пожалуйста, проходи Между прочим Фиксики Отпечатки пальцев не оставляют Поэтому их не может найти Даже полиция А теперь пустим по следу преступника собаку Кузачка Нюхай Свет Ищи Ищи Эй, ты чего? Кузачка сломалась Нужно ее починить А вы это умеете? Она же не пылесос Фиксики умеют все Ну, почти все Для начала нужно ее осмотреть Так-так, глаза вроде бы нормальные Хвост целый Уши чистые? Да Так, язык розовый Дим Димыч, поставь ее на ноги То есть на лапы Ага Кузачка Ну, давай Все понятно Неисправна передняя правая лапа Ничего не вижу Может она где-то внутри поломалась? Нет Скорее всего в лапе застряло что-то мелкое Дим Димыч, где твоя лупа? Вот Чтобы рассмотреть что-то маленькое, нужна линза Это такое специальное стекло, выпуклое с обеих сторон Лучи света, проходя через линзу, преломляется Поэтому, если между маленьким предметом и нашим глазом поместить линзу, то нам покажется, что предмет увеличился Вставьте две линзы в оправу, вот вам и очки А если к линзе придевать ручку, получится лупа А вот и она, за нозом Стеклянная Ну-ка Так, вот и все Вчера в коридоре лампочка лопнула Наверное, это от нее кусочек остался Кусачка, ты как? Похоже, потянили Федыш, работает как новая Ой, зря мы ее увеличили Неблагодатная Смотрите, крыло нашлось Осталось еще определить, кто его под кровать спрятал А что показывают отпечатки пальцев? Отпечатки совпадают Только чьи они? А ты на свои пальцы смотрел? Все отпечатки мои Наверное, я сам это крыло нечаянно потерял Ха, получается, что преступник это ты? Ура! Преступление раскрыто! Ха-ха-ха! Опять, Евгений, преступник Ха-ха-ха! Датчик Надо эту деталь заменить на новую Гений Евгеньевич, а давайте мы на склад сбегаем А то вам же неудобно А вы дальше ремонтируйте Согласен Только запомните ее название Кам 1271 Я запомню Вечно эта Лизонька не вовремя Будем ждать пока она уйдет Еще чего За спиной проскочим Игрек, где наша деталь? Здесь Готовы? Готовы! Ну, вперед! А, вот вы где, гений Евгеньевич А почему дверь сама открывается? И закрывается? И закрывается Дело в том, Лизонька Что дверь у нас теперь автоматическая Я вчера на нее датчик движения поставил Датчик движения Датчик движения Это такой электронный глаз Который следит за всем, что движется Видели, как в магазинах и аэропортах Двери сами открываются перед людьми? Это благодаря датчику движения Это благодаря датчику движения Он замечает, когда к двери подходит человек И посылает сигнал электродвигателю Двигатель открывает дверь, а потом автоматически закрывает Когда человек сквозь нее проходит Невероятный человек Только неаккуратный Автоматическая дверь? А почему она не открылась, когда мы на стол шли? Мы для нее слишком маленькие А деталь большая Датчик реагирует на нее И что делать? Мы его обманем Проберемся вдоль стены Держимся ближе к стене Эта дверь какая-то слишком автоматическая И опять эти детали Разве я их не убирала? Эх, датчик все равно нас видит Давайте его сломаем Зачем ломать? Его можно просто временно отключить Датчики помогают людям в самых разных ситуациях Например, датчики движения замечают, когда кто-то идет И могут открыть дверь или включить свет На автомобилях устанавливают датчики дождя Если начинается дождь или снег Они включают щетки, очищающие стекло Есть еще датчики, которые реагируют на освещенность Вечером, когда темнеет Они автоматически зажигают уличные фонари А утром, когда становится светло наоборот Гасят их Датчик дыма чувствует, когда в помещении появляется дым Такой датчик может включить и пожарную тревогу И даже систему автоматического тушения пожара Порядок! Подключили! Тогда вперед! Сеня Евгеньевич, задание выполнено! Молодцы? Хотя нет, не молодцы Это ведь К-71-12 Ага А мне нужно К-12-71 Тыгрик, ты же говорил, что запомнил Запомнил А потом забыл Эх ты, дырявая башка Ладно, мы еще раз сбегаем Нет уж, лучше я сам А еще я забыл предупредить, что мы отключили датчик И теперь дверь автоматически не открывается Девять-девять, стоя! Извините, извините, извините Сигнализация Привет, а вот и я Стоп! А где мой шоколадный заяц? Ты вошел? Да не этот, другой Их два было Мне их вчера подарили Ты уверен, что зайцев было два? Я что? По-твоему, до двух считать не умею? Хм... Тогда одного украли Или... Или... Ты сам его и съел Я? И почему же я об этом не помню? А может ты лунатик? Какой еще лунатик? Ну, который ночью, не просыпаясь Встает с кровати Съедает зайца А потом утром ничего не помнит Но утром зайц был еще на месте Да? Хм... Тогда... Его взяла твоя мама Ей же не нравится, что ты ешь много сладкого Не нравится Она говорит, что от этого зубы портятся И вот, чтобы спасти твои зубы Она прокралась к тебе в комнату Сохватила зайца И слегла его Но ведь мама сама мне этих зайцев подарила Зачем ей их отбирать? Да? Ну, тогда я не знаю Я знаю! Зайца стащила кусачка Глупости! Зачем кусачки заяц? Хе-хе Еще скажи Его рыбки украли А что? Мне эти рыбки давно не нравятся Виду их подозрительные Точно! Это они зайца украли А вас не спрятали у себя в аквариуме Хе-хе Ну ты, Норик, вообще! Вот что, Дим Димыч Нужно спасать оставшегося зайца Правильно! Его надо срочно съесть Пока он тоже не пропал Да погоди! Успеешь еще съесть? Давай лучше мы его На сигнализацию поставим! На что? Сигнализацию придумали для охранных домов, машин и других ценных вещей Самая простая сигнализация Это сирена или лампочка Которые соединяются электрическими проводами с дверью Когда кто-то без спроса пытается эту дверь открыть Сигнализация включается Сирена начинает выйти, а лампочка мигает А еще сигнализация даже сама может вызвать полицию Супер! Где бы такую сигнализацию достать? Так у тебя же есть электронный конструктор Забыл? Точно! Тащи его сюда! Малик, помоги! Ты-дыщ! Это победный клич фиксиков! Когда дело сделано, и фиксик гордится своей работой, он восклицает «тыдыщ!» и выбрасывает вверх руку с тремя топыренными пальцами. Вы спросите, что это значит? Все очень просто. Фиксики обожают чинить всякие вещи и решать всякие проблемы. А что нужно, чтобы решить проблему? Первое – найти неполадку. Второе – понять, в чем ее причина. Третье – исправить, чтобы все работало. Вот так, на три счета. Раз – найди, два – пойми, три – исправить. Тыдыщ! Эх, хорошее слово, смешное. И всем фиксикам очень нравится. Ну, Дим Дилыч, включай сигнализацию. Она сработает? Даже не сомневайся. Вы арестованы! Ни с места! Кусачка, ты? Зачем тебе заяц? Дверной звонок Молик! Молик, ты чего здесь? Я Димычу жду. Он же только утром уехал с родителями. Ты что, всю неделю тут будешь лежать? Лучше давай гостей встречать. Гостей? Я весь класс позвала. Весь? Весь класс! Они там спят, что ли? В гости позвали, а сами не пускают. Симкины штучки. Фаер, попробуй еще раз. Сейчас позвонят в дверь. Зачем? Они что, не могут через замочную скважину пролезть? Молик, но они же не просто так, а в гости. А-а-а! Гости всегда звонят, а хозяева их впускают. Хоп! Не звонит! Звонок сломался? Сейчас починим. Сначала надо выяснить, что именно сломалось. Сначала починим, а потом выясним. Раньше на дверь вешали колокольчик со шнурком, за который гости дергали и звонили. Теперь дверные звонки электрические и звучат по-разному. Одни будят, другие трезвонят, третьи вообще свистят, как птицы. Динамик, издающий звук, вешают внутри дома, а включается он с помощью кнопки, которую выносят за дверь. Похоже на то, как выключатель включает лампочку, только вместо света звук. Верта, поможешь? Оп! Надо подумать. Ну да. Симка! Что тут твои гости опаздывают? Симка! Шпуля, ты? У вас звонок не работает! Правда? Утром еще работал. Нолик, за мной! Сначала проверим контакты. Проверили! Так, теперь динамик. Динамик цел. Может, с электроникой проблема? А что если провода местами поменять? А толку? Вот и узнаем. Опа! Вот что! Давай провода напрямую соединим. А это не опасно? Сейчас проверим. Ну вот, а ты боялась. Файр. Мотор нашего класса. Он самый быстрый, самый ловкий и самый смелый. Файр ни секунды не сидит на месте и все время рвется на поиски приключений. Он прямо горит новыми идеями. Поэтому его и зовут Файр. Конечно, не все его идеи хороши. Это твои шишки, ожоги. И вообще он слишком увлекается. Если он загорелся какой-то идеей, то может даже забыть про урок в школе. За это ему попадает от дедуса. Но Файру все ни по чем. Ведь в его голове тут же рождается новый план. Если честно, то из наших мальчишек Файр мне нравится больше всех. С ним никогда не бывает скучно. Эй, вы там? Я понял причину. И в чем причина? Во всем доме электричества нет. Вот дверной звонок и не работает. Так что? Какая электричества не будет? Мы в гости не попадем? И когда оно будет? Не знаю. Может, прямо сейчас и включат. О, включили. Хватит звонить. Не тратите хулиганить. Мы не хулиганим. Это не мы. А кто звонит? Не знаю. Я знаю. Звонок сам звонит. Потому что Файр соединил в нем провода напрямую. Но это мы мигом исправим. Шумные у тебя гости. Да. Хорошо, еще людей дома нет. Привет. Привет, привет. Заходите через замочную скважину. Ну что, пошли. Куда? В гости. Нет, так просто нельзя. Почему? Сначала нужно позвонить. Придержите-ка меня. Оп. Кодовый замок. Идет. Нолик, ты где? Не прячься. Все равно найду. Нолик, ты? Как не честно. Ты знал. Давай еще раз. Да ну. У меня новая игровая приставка. А ты мне предлагаешь играть в какие-то прятки. А где она? Что-то я ее не вижу. Я ее в школу носил. Зачем это? Похвастаться. Классная вещь. Дим Димыч, а мне научь поиграть? Неа, я еще сам не наигрался. Ладно, ладно. Попросишь у меня чего-нибудь? Подожди. Три или четыре? Или вообще семь? Забыл. Что забыл? Кот на замке забыл. Теперь даже дневник не достать. А у меня там домашнее задание записано. Я твой дневник смотреть не полезу. Даже не проси. Дим Димыч, чего грустишь? Замок не могу открыть. Кот забыл. Подумаешь. Ха, откроем. Замок устроен несложно. Котовый замок состоит из нескольких колец с цифрами. Внутри каждого из них есть еще одно кольцо с прорезью. Если все кольца повернуть так, чтобы душка замка с зубчиками смогла пройти в прорези, то замок откроется. Значит, когда снаружи правильные цифры, внутри эти самые прорези выстраиваются в ряд. Вот, видно. Выходит, надо заглянуть внутрь замка. Так, ясно. Нолик, ты где? Дело есть. Не пойду. Я жаденым не помогаю. Нолик, ну пожалуйста. Я не буду сильно жадничать. Ладно, разжалобил. Только потом сразу дашь поиграть на приставке. Да. Как же тут десно. Потерпи. Мы будем крутить кольца. А ты кричи стоп, когда надо. Стоп. Следующее. Стоп. Стоп. Давай. Есть. Ура! А пароль-то простой. Даже слишком. Секретные цифры и буквы, с помощью которых вы что-то запираете, называются код или пароль. Запомните, никогда не пользуйтесь слишком простыми паролями. Их легко разгадать. Цифры или буквы не должны все время повторяться или идти подряд. Также не стоит делать пароли из года своего рождения или собственного имени. Придумайте что-нибудь посложнее. А чтобы не забыть, что придумали, записывайте свои пароли на листочке или еще где-нибудь. И никому этот листочек не показывайте. Тогда, если ваш пароль вылетит у вас из головы, вы его с помощью листочка легко вспомните. А с чего это ты на рюкзак замок повесил? Прятал приставку от ребят. А зачем тогда в школу таскал? Хотел в классе похвастаться. Похвастаться. Да нет, ее только покажешь, все сразу, давай поиграть, давай поиграть. И ты ее спрятал и никому не показывал? Не показывал. А зачем в школу таскал? Похвастаться. Ну ты хвастун, ну ты жадина. Ой, то есть бывшая жадина. Ты что, дашь нам поиграть? Берите. Мы тебе не мешаем. Прыгайте потише, а то стол трясется. Подушка безопасности Опасней! Устань! Эй, стоять же! А, я супер-гонщик! А-а-а-а-а-а-а! Эй, опять рискуем. Супер-гонщикам всегда везет. На везение рассчитывать глупо. Лучше подумай о безопасности. Кстати, сегодня профессор Чудаков как раз испытывает подушку безопасности. А что это? Игорь, объясни. Всякий, кто едет в машине, должен пристегиваться ремнем. При резком торможении ремень удерживает человека. Однако бывают случаи, когда даже ремни не помогают. Например, когда машина во что-то врезается на полном ходу. Тогда водителя или пассажира может спасти подушка безопасности. В сложенном виде такую подушку не видно. Она спрятана. Но в случае столкновения подушка очень быстро надувается, и человек упирается в нее вместо того, чтобы вылететь в окно. Начинаем! Как всегда, самые опасные испытания профессор Чудаков проводит на себе. А если подушка не надувится, надувается. Три, два, один. Заметили, как быстро раскрывается подушка? Да. А почему? Там есть вещество, которое в момент удара сгорает и превращается в газ. Он и наполняет подушку. Я правильно объяснил, коллега? Ага, 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 где же это твое декто? Ему надо помочь! Стойте! Лучше вызовем подмогу! Профессор, вам помочь? Да! Спасибо, Лизонька! Дальше я сам справлюсь. Сам справлюсь. Профессор, а как вы в таком положении кнопку нажали? Эм, так я в полете дотянулся. Небероятный человек. Когда ребенок едет в машине, он должен быть пристегнут ремнем и сидеть в специальном детском кресле. Но еще более осторожным нужно быть, когда катаешься на велосипеде, скейте, роликах или самокате. Во-первых, держись подальше от дорог, по которым ездит машина. Во-вторых, надевай защиту на руки, ноги, перчатки, наколенники, на голову шлем. Тогда даже если упадешь, останешься цел. В-третьих, старайся быть заметным. Вечером на твоем велосипеде и на одежде обязательно должны быть светоотражатели. Они сверкают в свете фар и предупреждают водителей машин. Будь осторожен на дороге. Ну что, попробуем еще раз. Может, лежинку сразу вызвать успеется. Поехали! Дедус, вызывай подмогу! Не надо! Я сделал так, что теперь подружка не только надувается, но и сдувается сама. Гениально! Как говорится, фикси-борд! Фикси-борд! На сегодня все! Ура! Падам! Где мой фикси-борд? Держи фаер свой фикси-борд. Я в него подушку безопасности поставил. Мне? Зачем? Я же супергонщик! Ехал! Потому и поставил. Супергонщику подушка не нужна! А никогда! И не вошел! О-о-о! 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 Ух ты! Классная подушка! Оригинальная конструкция! Это я сам изобрел! А файер испытал! Профессор, а нам вы такие подушки поставите? Поставлю всем завтра! А пока что... Соблюдаем безопасность! Радионяня О! Это же моя радионяня! Раз-раз! Проверка связи! Раз-раз! Работает! Работает! Отданка я ее соседям! У них как раз малыш родился! Нет! Не отдавай! Она мне самому нужна! Ну ты же уже большой! Ничего я не большой! Жаль! Не знала, что ты еще маленький! И к тому же жадный! Вроде незаметно! Фиксики! Вы где? Теперь окей! Зачем звал? Я научился читать мысли! Так мы и поверили! Хотите, докажу? Я выйду! А вы спрячьте вот эту пуговицу! Я вернусь и найду! Идет! Куда спрячем? Нет! Куда-куда! А-а-а! Куда, Моджи! Под клавиатуру! Так, потащили! Можно! Мы готовы! Сейчас я прочту ваши мысли! Так... Туковица... Тут! Та-дам! Ничего себе! Это случайно! Давай еще раз! Да, пожалуйста! Надо его перехитрить! Верта! Верта самая красивая девочка в нашем классе! Она это знает и часто этим пользуется! Причем может и схитрить! Например, если ей нужна помощь с уроками, то тут у нее Y лучше друг! А если лень тащить свой помогатор, то сразу... Фаер, помоги! Ты же такой сильный! Но она все равно всем мальчишкам нравится! Игреку, Нолику, ну и мне, наверное! Хотя Симка мне нравится больше! Или Верта, или Обе! Я еще не решил! Иногда Верта вредничает и любит поруководить! Но все равно я точно знаю, что она хороший друг и всегда придет на помощь! Ну, если, конечно, сможет оторваться от зеркала! Давайте засунем уговицу в стакан с карандашами, а думать будем про другое место! Думайте, думайте! Заходи! Так, так, так! Хе-хе-хе, как-то! Ммм! Ага! Вот она! Ты видишь? Симка, это ты про стакан подумала? Нет, не я! А я вообще не думал! Ну, кто тогда? Так, так! Дим Димыч, а давай еще раз! Да хоть сто! Видите эту штуку? Это радионяня! Вот кто ему помогает! О-хе-хе! Радионяня помогает родителям следить за маленькими детьми! Она состоит из двух половинок, похожих на телефоны! Одну из них мама оставляет у себя, а другую ставит в комнату, где спит малыш! Если ребенок вдруг проснется и заплачет, одна половинка радионяни уловит этот звук и передаст по радио другой половинке! Через нее мама услышит плач малыша и прибежит, чтобы его успокоить! Так он нас подслушивал! Надо спрятать пуговицу! За клопусом! Давай! Так! Ага! Да где же она? Пуговица? Она под твоей радионяней! Вы меня обманули! Это же нехорошо! А подслушивать хорошо? Я хотел вас разыграть! И вообще, Дим Димыч, ты что маленький? С радионяней играешь! Я не маленький! Я просто ее проверял! Пойду маме отдам! Мам! Я не жаден! Ты чего? Радионяни малышу нужнее! И еще вот! Это тоже ему! Думаю, что до такой машинки он еще не дорос! Ну и что? Он все равно вырастет и станет взрослым! Как я! Срочно включи камеру! Это я, Симка! Так я и знала! Нолик, ты почему не в школе? А что, пора? Давно пора! Лечу! Симка, а это и есть ваша школа? Вообще-то, это лаборатория профессора Чудакова! А в ней наша школа! А там кто? Сам профессор? Где? Ну ты даешь, Дим Димыч! Это же манипулятор! Чего? Ну, такая железная рука! Ух ты! А покажи, что там у вас еще есть! Как же я покажу? По видеосвязи! Компьютеры и планшеты умеют связываться между собой по интернету! Поэтому через них можно разговаривать с другим человеком, как по телефону! А если в компьютере есть видеокамера, то он может передать через интернет не только твой голос, но также изображение! Это называется видеосвязь! С ее помощью можно и слышать друга, и видеть его! И показывать ему все, что видишь сам! А здесь у нас химические приборы! А здесь, видал Дим Димыч, я уже тут! Ого! Быстро долетел! Ну и тут, отойди! Ты лабораторию заслоняешь! Ничего я не заслоняю! Уйди, не мешай! Не уйду! Дим Димыч! Что это ты смотришь? Я? Превратимся в Индике! Позно! Он нас заметил! Я смотрю мультик про смешанных человечков! Я тоже хочу! Да этот мультик неинтересный! Я его уже видел! Вот этот, синенький человечек, сейчас будет прыгать! Он что, издевается? Прыгай давай! Ты мультик! А эта рыжая девочка будет петь! И танцевать! Действительно смешные! Они еще быстрее могут! Ну ладно, не буду мешать! Все, отдыхайте! Папа ушел! Ну, Дим Дим! А чего это вы тут делаете, а? Кино смотрим! А почему на моем компьютере? Извините, профессор! Простите, Евгений Евгеньевич! Хорошее это хоть кино! Ага! Очень смешное! Правда? Да! Вот этот мальчик, он так смешно руками размахивает! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! И кукарекает! Кукареку! А сейчас он еще будет бумагу есть! Я же не могу все сразу! Так-так-так-так-так-так! Кино говорите, да? Людям всегда было интересно увидеть, что происходит там, где их нет! И они придумали, как передавать изображение на расстояние! Сейчас, не выходя из дома, можно посмотреть, что происходит на соседней улице или вообще на другом конце земли! С помощью видеосвязи врачи помогают коллегам делать сложные операции! Учителя проводят видеоуроки, а ученые – видеоконференции! По видео можно попасть на спектакль в другой стране! Даже находясь в космосе, человек может почувствовать себя как дома и просто поволтать с друзьями! Да что в космосе! Уже почти в каждом планшете и телефоне есть видеосвязь! Это наш друг, Дим Димыч! Очень приятно! А я профессор Чудаков! Так вы, значит, тоже друг Фиксика? Да! Но это секрет! Ну что ж, рад познакомиться! Друг моих друзей – мой друг! Программа! Так, проверим! Поздороваться! Доброе утро! Поднять руку! Опустить руку! Работает! Отлично! Здравствуйте, Дим 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 Дим! Приветствую вас, мои маленькие друзья! А что вы сегодня изобретаете? Я улучшаю манипулятор! Теперь у него есть зрение, слух и даже голос! Доброе утро! Ого! Ему бы еще мозги! И поют совсем как человек! У него есть мозги! Видишь, профессор к механической руке компьютер присоединил! Компьютер – это и есть мозг? Ну, не совсем! Компьютер – просто железка! Доброе утро! Умным его делает компьютерная программа! Представь, что ты пришел из школы домой и увидел записку от мамы! Переоденься, пообедай, помой посуду, сделай уроки! Примерно так и выглядит компьютерная программа! Это набор команд, которые компьютер выполняет по очереди, одну за другой! Программы еще называют приложениями! Их в компьютерах, в планшетах, в телефонах очень много! Именно программы делают технику умной! Ну вот, программу поправил! Смотрите, сейчас манипулятор по моей команде помоет эту кружку! Внимание! Грязная кружка! Устранить проблему! Выполняю! Проблема устранена! Давай, ума нах, не понял! Хе-хе, попробуем еще раз! Убрать осколки! Не понял! Ну, поднести пол! Не понял! Очистить лабораторию от посторонних предметов! Понял, выполняю! Вижу двух посторонних! Ааа, ты че делаешь? Прекратить! Это не посторонние, это мои друзья! Так-то! Еще один посторонний! Я не посторонний! Еще один посторонний! Посторонний! Я свой! Посторонний! Посторонний! Я наобой! Хватит! Стоять! Фу! Что, не достаяшь? Руки-карпки! Хм! Понял! Удлиняю руку! Стоять! Сидеть! Лежать! Стоять! Сюда! Сюда! Ваша программа работает как-то не так Лучше, наверное, в ней сбой Современные приборы часто работают под управлением компьютерных программ А в программах случаются сбои Например, ни с того ни сего вдруг срабатывает автомобильная сигнализация Или компьютер прекращает выполнять ваши команды и делает что-то свое Или телефон вдруг зависает и не откликается, сколько ни тычь в него пальцем В таких случаях рекомендуется прибор перезагрузить или отключить, а затем опять включить Иногда это помогает, и прибор приходит в себя А если не помогает, то зовите специалиста, он заглянет внутрь программы и исправит ошибки, чтобы сбои не повторялись Что ж с тобой делать? Все! Надо отсоединить манипулятор от компьютера! Гениально! Выдерните шнур, а я его отвлеку Не надо, это мое больное место И два! И два! Чах, 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 чах! Идр! Триск! Эх, вот оно что... Что? А тут в программе ошибка! Ну вот, теперь манипулятор чудить не будет. Проверим? Ну уж нет, хватит на сегодня, нам еще порядок наводить Не беда, манипулятор нам поможет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет